Всем привет! Это новости Турция. Если вы впервые наткнулись на подобное видео на YouTube, я немножко вкратце расскажу, что в подобных видео я рассказываю о новостях внутри стороны, о чем думают люди, сами турки, какая здесь реальная жизнь, что обсуждается в первую очередь в соцсетях, в Твиттере, Инстаграме, затем в новостях по телевизору, какая вообще здесь повестка идет, что людей сейчас интересует. Давайте немножко про телевизор поговорим в первую очередь. Прошедшая неделя была знаменательна тем, что в пятницу за подписанием договора по поставкам зерна, разрешение этого пути, и многие задавались вопросом, а вообще зачем Турция в это лезет, зачем Турция нужна, какой здесь есть интерес. Интерес, естественно, экономически выгодный, но самая главная ставка, на мой личный взгляд, ну и в принципе здесь очень многие так и рассуждают, главная ставка идет на зарабатывание политического веса, политических очков. В телевизоре здесь для людей представляется это так, что смотрите, какой у нас классный решающий правитель, мы занимаем определенное место в данный момент, используя эту ситуацию, на международной арене. Это, конечно, очки на международную арену, на внешнюю политику, то есть наша страна и наша, в частности, правитель, это олицетворяется, естественно, с личностью человека, имеет определенный вес, принимает какие-то там действия, от него что-то зависит или к нему прислушиваются и так далее. То есть это все равно некий пиар зарабатывания политических очков внутри своей страны путем предоставления, скажем так, таких выигрышных сторон. Из этой же политической темы, давайте, чтобы я сразу прогоню потом ее закрытки и не возвращаться, когда была встреча в арабском мире Путина и Эрдана, конечно же, и здесь в новостях полдня, в Твиттере особенно, всякие такие куски, нарезки короткие, они разлетаются в Твиттере, обсуждалось то видео в 45 секунд, как Путин ждал Редогана, ожидал. Вспоминали, как в 20-м году Редогана, типа, в разряде минуты, ожидал Путина в свое время, скажем так, это, типа, возмещение некоторых должков, припоминаний, сведения, назовем так, некое политическое счетов. С одной стороны, нет, другие люди, другая сторона, да, отнеслись к этому просто, ну, окей, было и было, на этом прям не заостряли внимание, но если мы берем политологию и вообще вот этот политический этикет, конечно же, это важный показатель того, кто кого ждет. Вы знаете, что многие политики любят вообще припегать к подобным, назовем так, манипуляциям и так далее, показать, где чье место, показать, кто, скажем так, ирудит парадом и тому подобное. И в политическом этикете все это считывается, вот эти взгляды, перегляды, форма одежды, кого отправили на переговоры и так далее и тому подобное. Давайте уже ближе к внутренним новостям. Сейчас два вируса гуляют, особенно кто поедет к туристам или кто здесь находится, кто живет в Турции. Два огромных вируса. Это возвращается у нас корона, очень многие стали носить маски. Официально МИД здравоохранения, официально здравоохранение Турции заявили о том, что они не планируют не вводить никакие ограничения, ничего не вернется в ковидные времена, ни масок, ни запретов никаких и так далее. Я им говорила, почему я объясняла в прошлых видео, этого не будет. Чисто вопросы недовольства народа экономики и так далее. Не та ситуация, чтобы что-то запрещать кому-то. Очень многие болеют. Буквально в частной клинике до обеда с утра было, ну это я с этим тоже столкнулась, не корону, а с другим заболеванием. 12 человек с положительными тестами с утра уже приходили в частную клинику, где-то до часа дня. С утра, там с 8 утра, выходной день, кстати, суббота, воскресенье, если что. Как я оказалась в больнице, почему-то информацию узнала лично я. Вообще у нас гуляет по стране очень сильный ротовирус, огромный просто масштабы. Для Турции это, ну, отчасти нормальный, скажем так, исход летний. Сейчас очень активная у нас жара здесь, 40 градусов и выше 45, там в Анталии, на курортных местечках побольше, чем в Стамбуле. Это жара, которая у нас из Европы приходит, и в такую высокую жару у нас постоянно какой-то ротовирус вылазит. Это обычное дело, то есть это сезонная история, так что будьте осторожны просто, я вас предупреждаю. И самое большое количество сейчас обращений это давление, инсульты или там сердцем у кого-то что-то, корона и ротовирус. Ну, ротовирус, конечно, пройдет, время сейчас закончится. Про корону я вижу в интернете везде пугалки, в основном рассуждения, да, типа к осени. Кто-то там ведет карантинные, может, опять-таки, меры про Европу, Россию в том числе, про то, что будет волна октябрь-ноябрь месяц. У нас здесь таких вообще прогнозов нет. Эту тему не будоражат, людей не трогают, потому что, я вам опять напомню, ситуация здесь такая экономически напряженная. Здесь вообще не до короны. Вот эти лишние тревоги, переживания людям здесь не нужны. Но, кто чего-то боится, многие уже стали ходить в масках. Именно в закрытых помещениях, в магазинах, в торговых центрах, на кассах вижу продавцов в основном в масках. Знаете, я сама болевшая три раза короной. Последний раз меня просто на моем здоровье, скажем так, последствия ковида оставили огромный отпечаток, серьезно, очень большие проблемы. Поэтому, если бы я работала, например, тоже кассиром или с потоком людей, где-то я бы тоже, наверное, надевала маску чисто, вот даже не просто от корона, каких-то всяких вирусов. Так что корона, ротовирус и за последнюю неделю – это самые активные темы в обществе среди обычных людей и граждан. Вот политика про РДА на внешнюю политику и так далее. Ну и, кстати, давайте немножко к его внешней политике вернемся, уже закончим эту тему. Сначала нам пытались, да, здесь очень активно это преподносить как победу, политические очки. А когда на следующий день был обстрел этого же порта, с которого должно отправляться зерно, все, кто в оппозиции, противоположной стороне баррикад, скажем так, президенту, конечно же, хихикали о том, что вот какие-то твои победы, тебя ни во что не ставят, твой договор ничего не стоит. Это обсуждения, которые бы здесь были в Твиттере, короче говоря, в стране, а просто граждан. Просто, чтобы вы знали, какие здесь настроения. К внутренним ситуациям давайте вернемся. К Турции организовала новую компанию туристическую и возобновляется очень много прямых рейсов. Чартерная компания будет, это август, сентябрь, октябрь, полеты в Анталию из очень многих городов. Москва, Питер, Новосибирск, Тель-Авив, кстати, тоже там есть, Самара, Казань, Иркутск. Это прямые полеты в Анталию. У меня, кстати, знакомые из Новосибирска уже купили билеты на эти полеты, которые будут в августе, в сентябре месяце, на самом деле они купили. Так что вся эта история, билеты продаются. Компания называется Southwind. Я, в принципе, про это уже раньше говорили. Кто в ней работают? Бортпроводники, все вот эти полетные составы и пилоты, которые работали раньше в Northwind в России. Они там реструктуризировались, полетов нет и так далее. Короче говоря, организовали такую компанию, сохранили рабочие места людям, их перенаправили сейчас в Турцию, они на базе проходят обучение, переаттестацию вроде бы и метаосмотры и так далее. Ну, короче говоря, аттестацию проходит к допуску, допуск к полетам и работе своей. Хочу отметить, что в августе, когда назначены там первые полеты, уже их поставили из именно Уфы Екатеринбурга. Каждый день фактически полет в неделю шесть рейсов. Так что это очень большой охват получается. К внутренним, давайте напоследок назовем так смешным и не очень новостям в Турции, что здесь происходит, давайте поговорим немножко о защите животных. Из хорошего, я вам еще в январе говорила, что вводится закон запрет на продажу, реализацию животных в зоомагазинах. Шесть месяцев давали на подготовку продавцов и пэтшопов всяких магазинов животных на реализацию этого проекта. Запрещено теперь продавать в магазинах кошек, собак, хомячков всяких, кроликов и так далее, вот этой живности, которая в реальных условиях, в домашнем, скажем так, присутствии может где-то бегать. В зоомагазинах этот закон вступил в действие, теперь в зоомагазинах нет этих животных. Продаются только рыбки, какие-то водные вот эти животные. То есть условные животные, которые должны существовать в аквариуме, в закрытом пространстве, для них это окей и нормально. Ну, в нашем зоомагазине, где я там, назовем так, отовариваюсь, для собаки свой что-то покупаю, у нас остались только рыбки и птички в клетках, все. Остальных всех даже никаких, там у нас были всякие ящерки, хомячки, их тоже всех не стало. Честно скажу, я лично очень этому рада, потому что такая продажа животных, это зверство, кощунство, особенно для подвижных животных, кроликов, там всяких собачьих кошек и так далее, сидеть в закрытом помине, короче, в общем. Теперь, как приобретают собак от заводчиков в интернете, есть всякие сайты. Раньше они, кстати, были сайты из рук в руки животных, добрые руки бесплатно отдают животных, кому они не нужны, или кого много их родилось, или кто где-то подобрал кого-то. Сейчас просто будет больше сайтов всяких заводчиков с документами и тому подобное. На самом деле они все и были раньше, они просто отдавали в зоомагазины своих животных для реализации. Тебе накидывали какую-то сумму, продавали это животное и все, собственно. А теперь просто будут напрямую, без вот этого посредника, назовем так, из домов, там, где заводчики их держат и так далее, то есть без вот этой экзекуции в виде зоомагазина. И теперь к теме животных. История не всей страны Турции, расскажу историю своего района, но она завирусилась в Инстаграме именно. Очень много было перепостов, там тысячи перепостов этого видео. И к теме, кстати, сирийской, как сейчас к сирийцам относятся, вообще к беженцам подобным, да, потому что многие недовольны, я вам рассказывала, экономическая ситуация, денег нет, работы нет. Что и все начали-то, как бы, политический вопрос направлен к тому, а что они понаехали, давайте, как бы, самим места и денег не хватает. И вот эти недовольства. В этой истории, скажем так, запечатлено, задействованы герои, это сирийцы. В общем, у нас есть огромный парт, называется он Гелет, в моем районе, это в Бахчишахире. Это огромная территория, я много оттуда снимала видео. Там в естественной природе живут всякие собики, черепашек очень много, лягушки в болоте квакуют. Это огромная-огромная территория, всякие фонтаны, домики. Там живут утки, гуси, цапли, вот, в общем, такая вот такая живность, да. Всяких ящерок очень много, в общем, они живут в естественной природе. Их кормят сотрудники, у них чистят, убирают, у них есть домики, где они могут спать, но они в свободной форме летают, плавают в этом пруду, в общем, это Гелет, Гелет. Ну, короче говоря, свободно, классно тусуются. Они немножко такие приученные к людям, от них не бегают, потому что они родились и существуют. Вот в этой их естественной среде они никуда не хотят убегать и улетать. У них классные условия, очень много еды в доступе, внимание, чистота и так далее. Их никто здесь не трогает. Я еще отмечу, что, окей, может быть, в моем районе такой культурный назовем, но люди очень, наши местные жители, очень относятся к природе, к бездомным животным на улице, к собакам трепетно. Я вам говорила, когда какой-то, типа, условно, дождь, огромный наводнение или снег зимой, многие соседи разбирают по домам уличных собак здоровенных, которые 50-60 килограмм весят, домой забирают, чтобы там не видны несчастные минус один градус своей, причем в меховой шкуре собачьи не замерзли и так далее. И к этому Гелету, парку, тоже очень относятся. И в группе нашего района постоянно фотографии, скажем так, у нас есть кто там, там много спорта, взвелодорожки, всякое такое, в общем. Это очень большая территория. И, в общем, у нас все здесь против вырубки каких-то лесов и построек, все хранят природу, очень относятся к мусору, кто кинул, кто не так припарковался где-то, там, не дай бог, дерево, ветку сломали, и там история, все это постится в интернете, в соцсетях, обсуждается, короче, условно доказываются, ищутся, там, короче говоря, плохие люди, кто это делает. Так вот, и выходные, очень часто, в субботу, воскресенье, турки любят тусоваться в парках, приходят со своим пикником, это, там, стульчики, мангалы, кашу, завить нельзя, стульчики, столики на газоне поваляться с покрывалом, с детьми, в игры поиграть, собак привезти, там, погулять с ними и так далее. Так вот, короче, засняли видео в Инстаграме, ну, запостили в группе нашего района, как, там, только глаза торчат, да, закрыты в паранжефе, джайфе, женщины в черных одеяниях, они были с детьми, несколько там их человек, в общем, короче, видео, какое мы видим в Инстаграме, как женщина запихивает гуся в пакет или в мешок какой-то, ну, в мешок текстильный, и забирает, короче, типа, уносит. И начинается, там подпись такая еще была, что, ну, турчанки это снимали, типа, на телефон, знаете, издалека, приближенная штука, в квадратиках, в пикселях, что, в общем, мы им делали замечания, они серийки, не говорят по-трецки, ни черта не поняли, гусей не отпустили и, короче, свалили. Нам делали лишь, чтобы нас, типа, не слышат. Вот, типа, безобразие, тра-ля-ля-ля-ля. Это набирает за несколько часов огромный оборот репостов, потому что с тема нашего, в принципе, района, вот это природы, серийцев и так далее, они ходят в этот парк тусоваться. Естественно, что здесь рядом вот этот Рассен-Юрт район, где там очень много их живет, там прям целая коммуна. И по этой причине, когда там много иностранцев там не дают в Рассен-Юрте вид на жительство, ВНЖ, я вам тоже рассказывала. Короче, они очень многие тусуются в этом районе. В общем, вот это такая вот, не займем, уже какие-то стычки происходят. Да, мы им делали замечания, вот они какие-то некультурные, гуся сперли и так далее. В общем, вандалы вообще. Это очень сильно заверсилась история. За несколько часов, там сотни-сотни, потом тысячи перепостов этого видео. И, ну, надо же как-то реагировать. В принципе, здесь стараются максимально займять любую ситуацию, провоцирующую объединение протест-лицкой. И даже вот эта история с гусем, надо быстрее какое-то опровержение государственных органов, то есть Бильдие, и, скажем так, начальник этого парка, назовем так, сразу же в своем официальном, с голубой галочкой, инстаграм-аккаунте делает опровержение пост, фотографию, скрин вот этого видео про гуси и пишет, вы сейчас упадете. И смех в них, и ржали, и ругались все. Ну, это просто додуматься такое. Порой, знаете, когда говорится, лучше, чем фигню какую-то, лучше молчать, ничего не говорить, иногда, если тебе нечего сказать. Они решили отмазаться, да, чтобы не было протеста, не поднимать народные массы, потому что здесь сразу все идут на митинги. Помните про девушек в парке, занимающихся йогой, которых попросили, а потом через два дня вышли сотни по другим городам протестовать, да, за то, чтобы йогу... Ну, короче, вы помните. Ну и, короче, они понимают, что это очень сильно репостится в интернете, если выйдут, блин, на протесты. Это сразу равно политика, деньги, бензин, стоимость и все прочее. Что он пишет в своем этом посте? Кино просто. Я вот чисто вот как помню, да, не цитатой прямой переводить не буду, смысл. Мы посмотрели по камерам, эти женщины изначально пришли с этим мешком, с этим гусем, выпустили его в парке погулять, и потом посадили обратно в мешок и пошли домой. То есть это не сворованные гуси с парка, а их собственные, а он как домашнее животное, с которым они приходили погулять в парк. Поэтому он такой ручной и к ним подходит, короче, и в сумку к ним залез, не сопротивлялся. Просто что за бред? У меня, знаете, комменты посыпались и смех, короче, ну просто. И люди, конечно, чувствуют вид, насколько их боятся, их объединение и так далее. Все начали, конечно же, стебаться, что, ребята, у ваших, у многих соседей гуси на балконах живут, да, если вы живете в частном доме, на вилле в смысле, да, у вас в бахче у многого гуси бегают, вы вообще гоготание гусей слышите? У кого-то домашнее животное, что же кошек не приводят погулять? Ну, кошки там иногда, кстати, бывают. А теперь гусей стали, ну, бред вообще. Может, типа там, уток и лягушек из парка тоже будут приводить погулять там, я не знаю, рыбок давайте в пруд будем выпускать из своих аквариумов, поплывает, поймаем с очком и домой, что за бред, да? Эта история дальше не разошлась, но ржали над ней. Вот в нашем районе форсилась она 2-3 дня, это был просто комик-стори какой-то. От вот этого самого бреда, скажем так, да, сама ситуация, что сперли гуся, ушла на второй план у зоозащитников, а тема, что как глупо пытались отмазаться, все, конечно, все это считывают, мотают на усы, понимая, что окей, в следующий раз, когда нам что-то не нравится, мы будем возникать еще больше, раз вы на это даете такую реакцию. Вот такая история вам напоследок из смех и грех, как говорится. Ну вот, чем живем, рассказываю вам мысли, интересы людей, которые здесь в Турции простых граждан. Я хочу вам напомнить, если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе, под видео, в информации, моя почта указана, пишите с темой консультация. Если вам нужен риэлтор для оформления ВНЖ, аренды, либо покупки жилья в Стамбуле, или вообще по всей Турции, тоже напишите в теме письма риэлтор, я вам дам контакты англоязычного, хорошего, надежного риэлтора Турка. Спасибо всем за внимание, я жду ваших комментариев и лайков, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, то очень сильно помогает развитию канала. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok